Друзья, я всех приветствую! Находимся на Радмире, Кремлянная Россия, сервер номер один, мы продолжаем свою службу в полиции, в прошлый раз был успешно повышен наш сержант, мне даже честно непривычно, я привыкал называть сержант, 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 даже бывает рядовым его называю, но не старшиной, друзья, а у нас он теперь старшина, но всё равно какой-то застенчивый, ну смотри, что это такое, полицейские так сидят, руки под коленки куда-то, и в себе как-то забился, я не понимаю, ты вообще доволен, скажи мне, Взяткин, что ты стал старшиной? Потому что тебе, по сути, крайне повезло, Взяткин, знаю, товарищ полковник, у тебя хорошая заслуга, ты спас человечество уже, иди в кабинет, так, Рогозин, Рогозин вызывает, вызывали товарищ Рогозин, что случилось? Что случилось? Только не говорите, что у вас что-то с дверью опять, пожалуйста, что такое? Здравия желаю. У меня постоянно какие-то проблемы с дверями, друзья, я не знаю, почему он их ломает, говорит, дверь мне запилип, я уже просто устал слышать это, прийти к двери, нам пришла информация, так, слушаю, давайте, ладно, серьёзно, серьёзно отнесёмся, товарищ Рогозин, слушаю вас внимательно, что это за информация? Информация, что есть предположение, что сегодня на конференции будет покушение на губернатора. Так, насколько серьёзная степень? Губернатора в обиду не дам, он вчера повысил моего сотрудника, я горой за губернатора и сделаю всё, чтобы он сегодня ни в коем случае не погиб. Даже не важно, какая степень, знаешь, по десятибальной шкале, по десятибальной, если оценивать, какая степень, какой-то аноним постоянно угрожает ему, говоря, что прирежет его ножом. А, ну это просто какой-нибудь больной человек, наверное, я так понимаю, что степень один из десяти, скорее всего, какой-то больной, и тем более аноним. Раз он аноним, он, значит, боится признаться, кто он такой, боится, что его сразу поймают. Хорошо, хорошо, понятно, где какой десять из десяти в своём уме вообще? Там десять из десяти, это когда конкретно обнаружили группу лиц, хорошо вооружённую, которая готовит покушение и убийство, понимаете? А тут какой-то аноним непонятный, да? Ну ладно, не разбирается Александр Рогольцев, скорее всего, а может ему так кажется просто. А, это же жизнь губернатора очень важна в нашей области. Хорошо, без проблем, без проблем. В напарнике можешь взять взяткина. Кстати говоря, учитывая, что, опять же, у нас по десятибалльной шкале не такое уж и серьёзное задание, я возьму взяткина, да, да, спасибо. Это очень, видите, он как служит хорошо, и тот говорит, возьми с собой, там, научись, здесь, пожалуйста, ему помоги. Хорошо, я его возьму с собой. Вам надо переодеться в форму ОМОНа. Угу, понял, понял, понял. Так, а что за позиция снайпера, что ли, будет? Потому что мы используем форму ОМОНа, когда мы пытаемся где-то кемпериться, да, прятаться, чтобы совершить какой-то выстрел. Форма вся на складе. Есть, есть. Я тогда с правительства сразу же, да, отправляюсь. Можешь приступать. Всё, есть, товарищ полковник. Будет всё сделано, не переживайте, не переживайте. Я уверен, что мы просто как дурачки там будем сидеть, поскольку, друзья, ну кто аноним, опять же, да, ножом там угрожает. Так, взяткин, поздравляю, сегодня ты опять переоденешься, уже второй день ты будешь переодеваться. Пойдём за мной. Здравия. Пошли, здравия, блин. Иди, одевайся. Форму переодевай ОМОНа. Так, я тоже взял форму ОМОНа, на всякий случай пригодится. Знаете, я даже что сделаю? Я, наверное, доверю оружию взятки, но вам идёт эта форма. Ой, давай, не подлизывайся, пожалуйста. Слушай, ты стрелялся в винтовке когда-нибудь? Сегодня будешь на важном задании. По спасению губернатора. Да, я был лучшим снайпером в роте. Ну вот и славненько, вот и славненько. Сейчас мы тогда тебе знаешь, что сделаем? Мы сейчас дадим тебе самую настоящую пушечку. Лучшим снайпером, говоришь? Вот мы и проверим заодно. Я думаю, 10 патронов хватит ему, да? Тем более, я так понимаю, он будет, сказал, на конференции. Это будет вообще в помещении. То есть ещё легче, по идее. Так, бери. Бери взяткин. Не тупи, сейчас кто-нибудь другой возьмёт. Давай быстрее бери. Во! А вот сейчас он смотрится серьёзно, друзья. Прям очень серьёзно. Так, всё, поехали. А то у нас уже немножко поторапливает Рогозин. Говорит, каждая секунда дорогая. Сейчас у него уже выступление. Мы всё-таки снайперили уже неоднократно. Поэтому Рогозин доверил нам. А я лично доверяю взяткину полностью. Поэтому будем использовать взяткина как человека, который в случае чего защитит. Тем более, ну господи, ещё и с ножом какой-то, как я уже сказал, на ним посидим. Посмотрим на поведение взяткина в целом. Посмотрим, как он испугается, не испугается. Боится ли он вообще в целом. Потому что вновь перед ним будет губернатор. И он, по идее, даже сам, представляете, губернатор ему доверяет, по идее. Да, он может целиться в губернатора, чтобы вы понимали. Вы лучше взяткина поддержите. Потому что сегодня есть вероятность, что он погибнет. И погибнет от рук, от рук того самого анонима, который придёт и первым зарежет его. Такое тоже возможно. Поэтому, друзья, будем серьёзно относиться к этому делу. Тем более, сам Рогозин нам доверил подобное. У вас в полиции всегда такие приключения, до сих пор, как я приехал? Всегда! Поверь мне, Взяткин! Всегда! И не только такие приключения. Ты многого, на самом деле, не знаешь. Не знаешь, кем мы являемся на самом деле. И я думаю, что в дальнейшем, учитывая, что мы с ним сотрудничаем и работаем, я думаю, ему предстоит узнать и познать весь этот воровской мир. Ну что, вот и стены правительства. Не будем, наверное, пугать, на всякий случай. Того же губернатора. Галочки выключим. Так, охрана. Охраны на этот раз нет. Вся охрана задействована, я так понимаю, в конференц-зале, да? Мне кажется, даже охраны бы хватило. Тем более, если он угрожает ножом. Да и не придет никто. Аноним. Я еще раз повторяю, это самое главное слово. Аноним. Если бы знали бы, кто это. И вычислили бы, кто это. И опять же, кому информация передается. Губернатор знает ли вообще об этом анониме или нет. Так, все. Пошли. Взяткин. Оружие аккуратненько. Готовься. Сейчас будем заходить. Нужно вести себя адекватненько. Так, уже забежал. Самый первый забежал. Вот оно. Правительство. Так, пока не целься, Взяткин. Пока не целься, слишком рано. Здравия желаю. Здравствуйте. Если что, мы по приказу правительства. По приказу правительства прибыли, как говорится. Наверное, помните меня? Мне о вас сообщили. Да, да, да. Мы готовы, если что, помогать. Готовы, как говорится, спасать мир. Спасать президента. Спасать губернатора. Кого угодно, пожалуйста. Да, тогда запрошу за мной. Пойдемте. Так, Взяткин, аккуратненько иди. Ты все-таки ОМОНовец. Хотя, давайте, да, побыстрее, побыстрее, побыстрее. Я надеюсь, что конференция еще не началась. Президент у нас, вернее, губернатор еще не зашел, я так понимаю, сюда. Вот у нас конференц-зал. Блин, сколько народу здесь, ничего себе. Так, тихо. Взяткин. Сюда, быстрее. Взяткин. Куда ты вышел с винтовкой? Ты с ума сошел, что ли? Больной человек. Ты что, людей пугаешь, а? Да, борода, блин. Ты что, людей пугаешь? А ты находишься с оружием. Я никогда не был на таких мероприятиях. Вот сразу видно по тебе. Значит так. Тихонько, незаметно, пробегаешь мимо всех наверх. Понял? То есть мы должны быть незаметными. Это самое главное, Взяткин. Понял, товарищ Покомин. Все, пошли. Пошел. А вы бы еще с выстрелами зашли. Да действительно, извините, Взяткина, пожалуйста. Вы точно уверены, что справитесь. Конечно, справитесь. Стрелять-то мы умеем. Давай, Взяткин, пошел. Пошел, пошел, пошел. Тихонечко, тихонечко. Опа, мимо ног, мимо ног. Чтобы не заметили самое главное. Да иди уже наверх. Быстрее куда? А, ты дальше что ли обойти решил? Так, проходим, проходим. Опа. Главное, незаметно. Так, бомж нас не видит, по-моему. По-моему, не увидел бомжара. А что здесь бомж сидит? Я что-то не понял. Случайно не он там с ножом, а? Что-то подозрительный тип какой-то. Ладно. Окей, хорошо, допустим. Так, давай за мной, за мной, за мной. На самых верхних рядах никого нету. Поэтому будем, естественно, отсюда и все это дело контролировать. Так, перейдем здесь. Быстрее, Взяткин. Взяткин, сюда. Главное, приползку это все делать. Ты омоновец, запомни. Ты настоящий омоновец. Так, сюда, сюда, сюда. Взяткин, блин, застрял. Ты куда там застрял? Сюда давай быстрее. Да что ты не пролезаешь, Взяткин? Не стучи там, не бегай. Ты что творишь-то? Ну и лабиринты. Вот даешь, а. Взяткин, надо быть аккуратнее. Ты все-таки омоновец. Так, доставай оружие. После этого контролируй губернатора. Как только он зайдет, с твоей стороны должен быть контроль. Понял? Туда. Туда, Цельсия. На трибуну. Все. Прицел не уводишь. Понял? Это твоя позиция. Это твоя задача. О, пришел, по-моему, да? Да. Губернатор пришел, друзья. И наша задача получается следить. Так, давайте немножко как-то... Мы что ли запрыгнем? У нас позиция очень плохая. Так, губернатор. Не бойтесь. Если что, здесь все свои. Он с ним здоровается все. Я вас собрал по решению насущных вопросов. Решайте, решайте. А мы вас спасаем в это время, пока вы решаете. Здравствуйте. А что здесь гражданские какие-то тоже присутствуют? Ну и большинство это депутаток. Я заметил, какой-то министр обороны, что ли, или кто здесь находится. Непонятно. И наша цель, друзья, это как раз-таки внимательно наблюдать за нашей целью. Чтобы к ней никто не подкрался. Здесь у нас также присутствует охрана. Не стоит звать. Мы не одни, естественно, да? Это все-таки губернатор. Здесь и охрана присутствует. Нам не важно, что он говорит. Мы здесь только исключительно для того, чтобы контролировать его жизнь. Не верти пушкой. Не верти пушкой, Взяткин. Ты можешь нормально просто контролировать и все, все, что происходит. Давайте посмотрим. Вот кто у меня подозрения вызывает, так это... Так, там полицейский у нас, да? Бомж, который здесь сидел. Вот он. Вот он. Очень подозрительный тип. Есть вероятность, что у нее жизнь не задалась. Да? Возможно, он винит в этом губернатора. И нужно будет обязательно за ним следить. Внимательно всегда. Также у нас подозрения вызывает вот этот чел. Какой-то наркоман непонятный. Вот этот тоже. Опять же, все гражданские, да, вызывают подозрения. Будем так откровенно говорить. Все гражданские. А вот депутаты, понятное дело, они сидят, потому что их вызвали сюда. Вот этот тоже кричал здесь. Здравствуйте. Рыжик. Тоже непонятный чел. Вот. В основном... Так, тихо. Я в туалет хочу. А ну-ка. Внимание. Будь внимательный, чел. Взяткин. Сейчас он его обойдет, мало ли что случится. Блин, ну как на уроке, серьезно. В туалет можно выйти? Просит губернатора в туалет выйти. В таких местах же вроде так можно выходить. Вы чего? Спрашивает разрешение, можно ли отлучиться в туалет. Терпите, солдат. Вот, правильно. Про таких погон, смотрите. Ну, кто там у нас? Да, в итоге, ну что это такое? Это позор называется. Тут решаются жизневажные вопросы, а вы с своим туалетом тут. Выходите просто. Так, есть движение. Вижу движение. Причем в маске. То есть он шлем одел, шлем не снял. Но самое интересное, что это такая открытая конференция сейчас, да? И сюда приходит кто угодно. Именно поэтому нас и послали. Если бы она была закрытая, двери бы закрыли на ключик, да? И никого бы не пускали, все было бы нормально. Но не в этот раз, как говорится. Так, забегал. Забегал. Внимание, спрятался. Зяткин, контролируй его. Контролируй, потому что как-то он подозрительно здесь бегает. Но глаз нужен за каждым, друзья. Прям за каждым. Так, бомжара. Это еще кто? Это кто? Не помню. Что-то не помню этого. С кем там разговаривает? С бомжом, что ли? Какие ваши планы на следующий год? Так, есть. Есть один. Блин. Зяткин. Зяткин, нужно работать. Нужно работать. Так, ну только достань. Нет. Чуть сам не выстрелил уже. Тоже, друзья, на всякий случай взял оружие. Хочу повышение зарплаты на заводе. Ты бы паухал поменьше, прежде чем зарплату просить. Чуть не выстрелил в твою голову. Ты зачем за ним обошел прямо, а? Это сейчас было очень опасно на самом деле. Очень опасно. Я готов был уже пристрелить его сразу же. Никогда не надо заходить за спину губернатора. Хорошо я пока там оружие доставал, да? Так, взяткин. Ты видел это? Если кто находится за спиной, то будь готов. Смотрим в две винтовки. Теперь да, теперь приходится. Потому что я сам уже боюсь. Внезапно он как-то вышел. Конференция, друзья, проходит гладенько, успешно. Так, это кто за охранником? Это кто сейчас был за охранником? Так, взяткин. Ты видел? Вижу человека. Так, это кто сейчас был? Странно, еще в капюшоне находится. Так, ладно. Это какой-то свет, который проводит? Так, взяткин. Справа. Справа, справа, взяткин. Справа, видишь? Там какой-то чел ходит. Вон, вышел опять. Видишь, что он сюда выходит? Справа, снизу. Снизу, смотри внимательнее. Видишь человек какой-то? Подозрительное лицо. Что-то выходит, заходит, непонятно. Ладно, контролируем. Опа, услышал, услышал. Ну, не вовремя вернулся, охрана. Охрана, смотри, ты же повернулся. Черт, посмотри, что происходит. Так, готовься. Кто это такой? Сзади ходит. Так, берем оружие. Быстрее, быстрее, быстрее. Вроде мимо просто прошел. Так, я паникую раньше времени. Нельзя паниковать. Все, главное не отвлекать. Опасная работа, друзья. Может палец дернуться и застрелим невиновного человека. Вот в чем проблема. Но контролируем. На всякий случай им нужен контроль. Так, опять идет к губернатору. Опять идет, не успеет ничего сделать. На всякий случай. Близко подходит. Близко подходит к губернатору. Нет. Что? Все. Все, тихо, тихо, тихо. Только, только, только мало ли что. Смотрите, он прям, охрана. Охрана, действуй. Босс? В смысле, босс? Алло. Босс, ты не вовремя. Ты вообще не вовремя сейчас звонишь. Давай-ка мы попозже с тобой пообщаемся. Позже. Позвони, пожалуйста, босс, ладно? Слушай, Максимка. Быстрее, пожалуйста, быстрее. У меня тут задание важное. Блин. Он там до сих пор трется, я вижу отсюда. Давай быстрее говори. Пожалуйста, боссик, быстрее. Я просто не хочу трубку бросать, потому что звонит босс. Ему же это нужно. А не ты ли сидишь в углу зала? В углу зала? На конференции? Верно. Да. А ты где? Ты что, меня видишь, что ли? Так, Взяткин, готовься. Загляни на трибуну с флагом. Вижу. Да, вижу. Вижу, ты что там делаешь? Товарищ полковник, а вы мне премию выпишите? Взяткин, не о премии думай. Подожди. Смотри, следи за бомжом. Не думай пока о премии, следи за бомжом. Нужно сохранить жизнь, самое главное. Ты же не будешь вмешиваться и мешать? Ты про что? На кону наше влияние. Этот человек мешает нам. Не смей стрелять в убийцу до того, как убьет губернатора. Ты издеваешься? Это моя работа. Я должен его защитить. Моя задача сейчас убирать все помехи. То есть ты хочешь сказать, что ты бы... Ты должен... Если бы я тебя не узнал, то ты бы уже был мертв. Ты издеваешься? Как ты вообще меня узнал тогда? Босс, ну это скажется на моей службе, ты понимаешь? Я понял, почему он трется. Вот этот чувак и есть убийца. Он хочет его убить. Он хочет его, скорее всего, резануть резко. Ты хоть очки надевай, тебе глаза выдают. Ладно, понял, понял, понял. Хорошо. Ты уверен, что нужна смерть его? Вот отлично. Самое главное, чтобы это было оправдано. Босс, вот мы внезапно с тобой встретились. Вот в твоем деле... Это мое дело, а это его. Мы противоположны. Понимаете, мы на разных находимся сторонах. И сейчас нам нужно вот такое решение принять. Я всегда уверен во всем. Ладно. Он его зарежет. Я так понимаю, да? Хорошо. Ладно, босс. Я тебя понял. Подозрения есть какие-нибудь? Там бомж с ножом ходит вокруг губернатора. А ну-ка давай посмотрим вместе сейчас. Подожди, пока не стрелять. Самое главное, где ты нож увидел? Еще разглядел, что ли, ножик? Вижу. Вижу. Огромный нож. Огромный кинжал. Так. Взяткин. Стрелять только в том случае, если нож коснется губернатора. Ты понял? Это приказ. Не раньше. Возможно, это просто ножик он с собой взял. Некоторые же люди носят в руках телефоны, например, да? Носят. Он так же нож носит и все. Но он же умрет. Не успеет. Мы не уверены, что это убийца. Нам нужно быть уверенными в том, что это убийца. Я-то уже уверен. Я теперь это понимаю. Босс. Босс где-то там прячется. Вон, смотрите, а? Я его даже не заметил. Ну, хитрюга. Ну, хитрюга. Да уберись, уберись. Что ты там? Вижу я тебя. Вижу я тебя, босс. Все, все. И заметил же. Я его не заметил, друзья. Чтобы вы понимали. А он тут на задании. Так. Взятки. Надеюсь, ты все понял. Он выжидает. Он выбирает момент. Взятки наготове. Взятки. Подходит к спине. Подходит. Режет. Опа. Ты кого, брат? Ты что, дурак, что ли? Ты промазал. Ты убрал губера. Ты убил губернатора сначала. Ты что сделал, блин? Он, возможно, бы еще выжил. Охренеть. Ты просто взял. Господи, ты даешь, блин, а? Вы видели? Просто видно было прекрасно после выстрела. Так, бомжар, уйди, пожалуйста, быстрее. Что? Господи, кровища тут сколько? Он твоих застрелил. Босик. Босик сваливает, смотри. Оп, босик сваливает. А я тебя вижу. Ой, ой, медленно, медленно тут ходит. Ё-моё, что творится? Убили губернатора. Ну, взятки. Ну, дает, а? Я в бомжа стрелял. Ты попал сначала все-таки в губернатора, а потом уже в бомжа. Охренеть. Кипиш тут устроил. Скорую. Скорую давай. Смотри, босс побежал. Побежал, побежал, смотри. Опа, и типа уходит. Типа ничего не было, да? Проверил, убедился, подошел, да? Что все нормально. И уходит, и уходит. Беспалево. Во хитер. Скорую срочно. Скорую вызываем. Губернатор ликвидирован, черт возьми. Так, взяткин, передай по рации, что губернатор ликвидирован. Это ты виноват. Я нихрена не должен теперь понижаться из-за всего этого. Ни в коем случае. Два трупа. А это кто был-то на самом деле? Даже непонятно, друзья, кто это был. Но я не мог подставить себя, говоря, что не убивай убийцу. Я думаю, что цель босса была убить губернатора. А умрет ли убийца, неважно. Я правда по бомжу стрелял, а не по губернатору. Это следствие разберется. Там все было видно. И получается двойное убийство, друзья. Ему нож воткнули в шею. Этот раз, да? Этот парень был из тех, кто просто любит жить. Он просто любил выступать, и все, этот парень. Ну, друзья, так получилось, что в шею воткнулся нож, и еще и пуля в голову вошла. А потом еще и убийцы. Господи, в чем вообще произошло? Товарищ полковник Рогозин, губернатора ликвидировали. Молодец. Только ты должен написать, что ты ликвидировал губернатора только что. Это все-таки твоя оплошность. Мы приносим извинения, так получилось, мы не уследили. Ну и что это? Как так-то? Я не знаю, все произошло слишком быстро. Я даже не особо сам не успел понять, что произошло, честно говоря. Но теперь нам нужно как-то отмазываться от этого. И надеюсь, мне босс поможет. Я не хочу главное понижение. Так, Взяткин, в машину живо. Давай, побежал в машину. Побежал отсюда. Все, блин, испортили. Короче, ладно, мы вроде бы и справились, да? Убийцу убили. И по факту мы не должны были его убивать. Мы должны были бы взять его, да? Узнать мотивы и так далее. В итоге у нас два трупа. Теперь придется объяснение давать, друзья. Большие объяснения, потому что мы убили, по сути, тоже губернатора. Но Взяткин попал. По полной попал. Взяткину прям не повезло, потому что я прекрасно видел, что пуля убила. Не нож убил. Да, не нож убил губернатора. А именно пуля убила его. А это значит, что есть вероятность, что Взяткина просто уволят. Я, конечно, не хотел бы это. Он явно не специально, да? Он, скорее всего, мандражировал как-то. Руки у него тряслись, и он выстрелил. И попал сначала в губернатора. Но посмотрим, что дальше будет, друзья. Получилось очень ужасно, на самом деле. И дальнейшее событие мне, честно говоря, неизвестно. А если вам понравился ролик, и вам интересны дальнейшие события, поставьте, пожалуйста, лайк обязательно этой серии. И также я вам хочу напомнить, что мы играли на первом сервере, Радмир, наверное, на России. Именно на первом здесь события происходят. Если вы сюда приходите, вводите мой ник при регистрации. А также команду МН, когда уже будете играть, и 11-й пункт вписываете большими буквами МАКСДИП. За это вы получите при достижении 4-го уровня от меня еще денежки сверху. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем успехов. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok